Как вы считаете, вот сейчас общество в России морально, физически, материально готово к Третьей мировой войне? Ну, послушайте, я даже не знаю. Сейчас же у всех ядерное оружие. Мне кажется, что разбомбят просто всех, если что-то такое случится. Офига себе опрос. 9 мая. Я думаю, нет. Морально или физически готовы ли они к войне? К этому невозможно быть готовым? Вполне. Вполне. Морально, да, готово? Да. Если даже что-то будет, не так совсем будет. Может, даже кто-то и не поймет, что уже Третья мировая. Я считаю, что в России общество всегда готово к войне. Смогут, да. Я считаю, что к войне никогда нельзя, невозможно быть готовым. Думаю, да. Политика очень сложная штука. Большинство людей, вот, они мирные люди, они созидатели, они разрушители. Я бы не хотел Третьей мировой войны, и про общество судить не буду, и не хотелось бы мне, знаете, говорить о таких вещах. Ну, сложный вопрос. Но понемногу я чувствую, люди уже свыкаются с той мыслью, что все может произойти, потому что и 70 лет назад, я думаю, что люди тоже так же не думали, что может война взять и начаться. А вот так все происходит внезапно. Нет, конечно нет. Почему вы так решили? Потому что. Потому что мы не готовы. Просто, конечно, не готовы, в смысле, мы живем припеваючи, зачем нам война. На этот вопрос не может ответить ни один человек. Ни один человек не может ответить на право, готов ли он к собственной смерти. Смогут повторить, как в 45-м, или только наклейки могут клеить на машины? Ой, ну я даже не знаю. Ну, вообще, все это только на словах, мне кажется. Потому что, если я развязываю Третью мировую, ну, это не пойми, что получится вообще. Держава сильная у нас, Америка и Россия, противостояние обычно, да? Вот, и мне кажется, если что-то начнется, то это сразу ядерные боеголовки, или там, ну, не знаю, опять будет какая-нибудь холодная война, но это бред. Конечно, только сейчас время наклеек, сейчас можно, сейчас ничего настоящего нет. Но, как бы, война сделает из всех, наверное, из оставшихся в живых, сделает вот таких вот людей, которые потом, ну, будут такие, знаете, самые сильные в своем разрушении. Кто они? Народ. Народ наш? Или какой? Что, повторить подвиг? Да, вот знаете, у нас сейчас наклейки на машины клеят, можем повторить. Непонятно, что они могут повторить именно. Ну, это странные все движения, конечно, я не знаю. Люди о чем-то думают, когда это делают. Ну, о чем не ясно, да? Ну, о чем не ясно, да. Я сомневаюсь, честно. Нет, я думаю, что это популизм. Это, конечно, популизм. Я сомневаюсь, да. Тот телевизор, который на самом деле будет появлять характер, и они не показывают этого, я вот так считаю. Думаю, да. У нас еще хорошая память. Ну, и я думаю, что нас же тренировали долго довольно-таки, и сейчас последние лет 10 так-то тренируют в этом плане. Поэтому, если как бы в столицах, может быть, еще как бы либеральные движения довольно-таки сильные, то вот в провинции, где я часто бываю, довольно-таки там все стабильно в этом плане. С голодом, да, там, постабильнее? С каким голодом? Да нет, о чем-то не о том. Я считаю, что если такая ситуация произойдет, то люди все равно воспрямнут духом, и тем более русский народ сможет повторить свой подвиг своих отцов. Я надеюсь на это. Вы имеете в виду какой народ? Российский, в России, который живет. Треть мировой? Мне кажется, вообще все мировое общество не готово к Треть мировой. Могут, да. И старшее поколение ругает, как бы, молодежь, но у нас молодежи очень много хорошей. Я надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что может, повтори, как в 45-м. Основная часть народа здорова, морально и религиозно. Нет. Ну как? Конечно, сейчас готовят, готовят. Мало ли что там клеют. Это плохие люди делают. Нет, нет, мы не готовы вообще. И особенно наши родители к этому не готовы. У меня просто, ну, сейчас знакомый ехал в Корею, и там вот это вот все происходит в Южной Корее. Там всякие такие бедствия. И очень сильно сейчас родители за него переживают. Вот. И я тоже переживаю. Поэтому нет, конечно, мы не готовы. Вы как вот относитесь к всеобщей мобилизации? Плохо отношусь. Не стали бы, да? Нет, ну люди разные просто. Есть люди гуманисты, миролюбивые, есть там буддисты, есть баптисты, которые вообще не могут носить оружие в руках. Поэтому все люди разные. Убивать не всем, хоть и за веру, за царя, за отечество. Ну, не всем дано убивать. Вы бы не хотели во всеобщей мобилизации поучаствовать? Не хотел бы. Почему? Потому что это ни к чему хорошему не приводит. Нет, конечно. Почему? Я вообще не хочу в это никак ввязываться. Конечно. Нет. Почему? Чего служить? Вот у меня призывной возраст, но по здоровью я вроде как не прохожу. И надеюсь, что получится получить военник без всяких проблем. Поэтому у нас страна военизированная, по-моему, только военные деньги все и получают. А зачем? Сейчас все решает информация, а не грубая сила. Если нужно будет за Родину, то, конечно, да. Я буду участвовать. Есть за что воевать-то сейчас? Тоже сложный вопрос. Да. Вопросы? Ну, за своих родителей, за своих детей. Вот это в первую очередь за свою семью, за своих знакомых. Я считаю, что вообще убивать не может быть, не за что убивать. Другого, подобного себе человека убить причины такой нет. За Родину родителей. Почему нет? За что конкретно? Предположить можете. За Родину. Это такой слишком общий вопрос. И за всех людей я не могу сказать. Но я надеюсь, что найдутся те люди, которые смогут найти в себе силы и сразиться со злом. Вы считаете, вот то, что сейчас Георгиевскую ленточку лепят на все подряд, на резинку от трусов, на водку, это правильно или это перебор с этим патриотизмом? Конечно, в кавычках. У нас патриотизм давно уже перебор и, не знаю, все из-за власти, наверное. Сейчас опасно, на самом деле, говорить. Могут закрыть кого-нибудь. В принципе, не знаю. Но вообще вешать Георгиевские ленточки, ну, можно как не повязать там во время праздников, там, куда-нибудь на рюкзак или там на руку, я не знаю, во время шествия. А так на машины ляпать или на какие-нибудь бутылки с водкой. Ну, это бессмысленно, как-то кощунственно даже, по-моему. Я вообще не отношусь к Георгиевской ленточке как к какому-то символу вообще никак, если честно. Мне все ровно, что там, куда ее лепят. Ну, нужно место подбирать для этого символа? Ну, наверное, да. Такие люди обидчивые очень. Георгиевская ленточка – это символ. Символ прекрасный, объединяющий. Пусть она висит где угодно, хоть здесь на шпиле. То есть патриотизма много не бывает, да? Нет, достаточно. Всегда нормально, как символ. Прекрасно. Хоть что-то, хоть что-то, ну, реальный символ, не триколор же, Единой России. Правильно? Ну, Георгиевская-то она уже путинская. Ну, все равно она, все равно как-то Георгиевская все-таки. Ну, наверное, это лишнее, да. То есть это такая перегибочка уже идет. Ну, это кому как нравится, как говорится. Ну, почему? Почему? Ну, да, вообще перегиб. То есть я согласен, что это место в определенных местах, но... Что это неправильно, так как начинается какое-то обесценивание этих вещей, которыми наши предки были, придавали очень большое значение. А то, что спекуляция вот этим всем не приводит, по-моему, к ничему хорошему. Ну, смотря кто что вкладывает, какой смысл вкладывает то, что он лепит. Если он действительно знает, почему он крепит эту ленточку, то почему нет. Можно, мне кажется, и на сумку, и на машину. Ну, а если просто для красоты, как все, то, ну, как-то это не очень. Вот это, я считаю, это перебор. Это мы должны этим гордиться, а не вот так вот напрасно туда-сюда расклеивать. Я считаю, что это отрицательное такое явление. Ну, я не видел таких примеров лично. Ну, если будет, то, наверное, да. Не, ну, это давно было понятно, что это перебор. Я давно это как бы замечал и не приветствую. Это опять же, опять такой же популизм и коммерциализация всего этого вопроса. Не, ну, с другой стороны, я хочу сказать, что сейчас, мне кажется, все-таки патриотизма стало намного больше у людей, чем было раньше, даже чем несколько лет назад. Поэтому все-таки пусть популизм, но популизм патриотизма, опять же, да, то есть про то, что там, то, там, ведь тот самый Крым наш, там, мы все вместе. Поэтому все равно, мне кажется, сейчас стало в плане какой-то сплоченности и патриотизм, патриотизм стало лучше, чем было раньше. Предмет патриотизма есть? Или только патриотизм? Я бы не хотела комментировать этот вопрос. Это даже не патриотизм, это халатные отношения. А сквернение символа, да? Возможно. Ну, дураки, ну как, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.